Всем привет, я Даша! Это традиционная, прочитанная за месяц. Это был у нас июнь 2020 года. И начну я с книги своего любимого эгорода Резерфорда, Сорум, роман об Англии так называется. Сорум это Солсбери в Англии, чтобы вы понимаете, в тот район где находится Стоунхедж, Милиты. И в лучших традициях своих он описывает времена, начиная с древнейшей эпохи, вплоть до того, когда еще даже не было сельского хозяйства. И были охотники, которые бывали по питанию, благодаря охоте и собирательству. И заканчивая уже 80-ми годами XX века. Собственно, и роман-то я написал в 70-е годы, и если я все правильно понимаю, то была первая книга, и на самом деле это очень видно. С самого начала мне не хватало какой-то динамики, интересных межличностных отношений, вот эти вот развития персонажей. Но, на мой взгляд, это компенсировалось интересом. Мне было интересно читать, как люди пришли к земледелию, как вот стали пребывать на вот эти вот земли этого Солсбери. И как между собой разные племена контактировали, как, собственно, Стоунхедж строился, об этом тоже есть, по какой причине все это делалось, творилось, создавалось. Было интересно. Ну, я вообще человек, который ему интересуется не очень. Поэтому, ну, все равно было интересно все еще читать. Но, когда дело дошло до средневековья, мой интерес резко упал, у меня появилось желание пропускать целые страницы, совершенно безинтересно все это было читать. Возникали какие-то ситуации, конечно, между разными семьями, между разными людьми, но за этим как-то было мне уныло напитать. Я приуныла окончательно. И я сначала думала, что мне было безинтересно, потому что я слишком хорошо знаю, что там в средневековье творилось в Европе. Но на самом деле я потом подумала, нет, причина не в этом, потому что многие книги я вообще люблю исторические, книги документальные или художественные, неважно. Вот. Ну, с другими книгами, в том числе того же, этого же автора, я читала и Париж, и Нью-Йорк, и Лондон. Мне все нравилось, хотя, как бы, я там тоже узнала, что будет исторически происходить на этих территориях. Поэтому все-таки здесь, наверное, думаю, дело в динамике, которой очень-очень мало. Случается интересная ситуация, но они обыгрываются слабо. Автор просто шел по тропам истории и придавал какой-то более художественный такой стиль документальным событиям. Если бы это было мое первое знакомство с писателем, оно бы на этой книге и закончилось. Счастье, что это не так. Огромное счастье. Я знаю, что он может писать лучше. Он это и делает. Он пишет лучше. Поэтому, если вам хочется почитать что-то об Англии, вот у того же автора, роман Лондон, Бога ради, очень интересный, занимательный, гораздо лучше передается, преемственность поколения, отслеживается. Я как человек вручен родословно, и мне это очень интересно. Поэтому теперь, когда я благополучно обхарила этот роман, у него достаточно низкая оценка на нахлибе, можете приобретать, если хотите. Можно переходить дальше. Итак, после такой загрузки мозга конкретной, я сидела прямо в себя, не могла прийти. Мне захотелось что-то мега легкого, даже легкомысленного, наверное, сверхнаивного, очень позитивного, максимально несерьезного. Я подумала о Донцове, но потом все же думаю, не, не хочу. И тут я вспомнила, что когда я начинала Донцову, она мне напомнила... Я, собственно, была уверена, что она вдохновлялась примером Иоанна Хмельевской. Это европейская писательница, не русская, а польская. Могу заблуждаться, извините. Я в последний раз ее книгу, собственно, первую, по-моему, читала в 90-е годы. Там было о блондинке, которая попала в замок преступником каким-то образом. Мне было вроде интересно и забавно читать. Я думаю, о чем бы нет. У нас в личной библиотеке есть пара книг ее. И думаю, я отправилась к нужным полкам. Взяла. То, что покороче, потому что Сару у меня просто... Я люблю толстые книги, верьте мне. Но Сару меня уничтожил. И поэтому хотела что-то еще и короткое, кроме того, что позитивное. Собственно, Хмельевская книга удовлетворила мои запросы. Это мега легкая, не обязывающая к размышлениям, к каким-то глубоким переосмыслениям, философии. Такая книжка. Это детектив. Это детектив, иронически. Ну вот, пожалуйста, начинается. Она уже показательно приезжает к подруге. Девушка и говорит, говорит, на твоей помойке под его валяется какая-то баба. Реакция. Нормально, да? Она вдоль валяется ли поперек? И вот так вот дальше. Приезжает к ней там полиция. Героиня настаивает. Пожалуйста, пожалуйста, произведите у меня обыск. Подруга говорит, ты что, дура? Зачем тебе обыск? Я не могу расческу свою найти. Вдруг они найдут. В общем, все в таком духе. Если вы любите только серьезные детективы, лучше проходите мимо. Если вам все равно, и надо просто разгрузить мозг, самое то. Единственное, здесь от двух лиц ведется повествование. То от имени самой Хмельевской, как писателя. То от имени журналистки одной с юридическим прошлым. Я не вижу... Я их не различала во время чтения. То есть писательнице не удалось прописать двух разных личностей. Они абсолютно идентичны. Это касается и манеры беседа, и стиля поведения в каких-то обстоятельствах. Они абсолютно идентичны, повторюсь. Следующая книга меня поразила. Называется «Фанатка». Автор Рейнбол Рауэлл. Я не припомню такого, чтобы книга меня увлекала до такой степени, что я прям узановала об авторе, что-то смотрела, не написала, я ищу чего, чтобы эти книги тоже достать, и тоже их прочитать. Такого не было, но именно с этим автором это случилось. То есть я продолжала свой вояж по не очень серьёзным книгам. Потому что с автором меня конкретно очень так... Ну, почему, ныне. Хотя книга неплохая. Ну, и поэтому, в ожидании чего-то не серьёзного, я начала «Фанатку». Это книга, которая помешана на цикле книг, вроде Гарри Поттера, но не совсем о нём. Я сначала подумала про «Льго Престолк», потому что там фамилия идентичная, но нет, это другой цикл. И она вот такой фанат, который пишет фанфики. Причём она очень популярна, автор фанфиков. Её многие читают, не только в стране её проживания, это США, но и за рубежом, и в Японии. Они, можно сказать, ну, не родина фанфиков, ну, а может и родина, я не знаю, я не узнавала. Напишите мне, если знает, в комментариях. И она очень такой прям интроверд. Ей сложно с людьми, ей сложно проезжаться в новую социальную среду. А тут как раз опаньки, надо поступать в колледж, жить в общежитии. Тут ещё и твоя сестра-близнец, который у неё имеется в наличии, не хочет жить с тобой в одной комнате, и говорит, я как бы от тебя устала, я хочу разнообразие в своей личной жизни, я хочу общаться с другими людьми, добирать жить в разных комнатах. То есть тут ещё и соседка, нужно знакомиться, к ней как-то прикипевать. И вот то, как происходит у неё этот процесс попытки жить в социуме, в незнакомой обстановке. И как это отражается на её творчестве, здесь можно всё это найти. Далее я читала «Невеста без места». Наталья Сапон-Корова у нас автор. И она меня смутила, книга сразу... Я всегда говорила, не читайте книгу по обложке. Эту фразу можно трактовать и буквально. Ну, название тоже сюда входит в принципе, но такой вот несерьёзный подход к ней, наименовая, меня всё-таки озадачила. Я начинаю читать, у меня такой очень приятный... Осадок сразу появляется буквально, потому что есть вот книга «Волкодав» Семёновой, которая просто обожает этот цикл, очень часто перечитываю. В этом году, по-моему, перечитывала, рассказывала вам об этом. А тут есть тоже оборотень, его зовут «Волкобой». Здравствуйте! Как дела? Давно не виделись. И у меня сразу такое лёгкое отражение появилось, захотелось как-то устраниться от этой книги, но слог хороший. С самого начала, хоть и понятно, что там будет дальше, сразу чивьим просто финал, но всё равно читать было занимательно. Я и продолжала. Тем более, что касается... Это очень неплохое такое славянское фэнтези. И обычно в язычестве... Мне не нравится это слово по отношению к духу христианской, славянской культуре. Какие-то слышатся в этом что-то такое уничтожительное. В общем, то принятие христианства. Насчёт купальной ночи многие авторы как-то отделываются общими фразами и в подробности не опускаются. А здесь вот прям так расписано. Вот столько нюансов указано. Мне это очень понравилось. Даже если это не правда, а автор немножечко прифантазировала. Не зря же это фэнтези. Всё равно, но он будет очень интересно читать. Именно купальной ночи здесь этого много. Мне это очень понравилось. Были моменты, когда я очень так затасковала. Такие места менее захватывающие. Но их, к счастью, было гораздо меньше, чем увлекающих собой. Поэтому любителям этого жанра я, в принципе, могу порекомендовать. Это не пятёрка, не четвёрка. Скорее на три балла. Может даже на три с половиной балла. Но зато твёрдые. Далее. Ящик Пандоры. Бернар Лвербер. Долгое время я с сомнением поглядывала на эту книгу. Вроде и хотелось, но вроде и кололось. Но благодаря Игоря Нарлафлибис и Берликсерхи я всё-таки до неё добралась. Скажу сразу. Книга наивная. Некоторые моменты здесь не на конца продуманы. Главный персонаж, историк, он несколько то ли наивен, как и книга, то ли глуповат, то ли и то и другое вместе взятая. Но вот скажите, как человек, который обучает детей такой замечательной науки, как история, не смог опознать имена известнейших египетских богов, не распознать в названии острова явные египетские нотки. Более того, ну это ладно, фиг с ним. Бывает, что люди в пути с историческим образованием, они просто не специализируются на определённой сфере и несколько не в теме. Но полагать, что абсолютно все острова и материки, и горы, они были точно такими же, их расположение было точно такими же, как и в наше время, со времён начала вообще существования планеты, для историка. Я никак не могла вот примириться с этой мыслью. Ну как можно не знать, что эти реки способны разъединяться, соединяться, перемещаться в конце концов. Ну я не знаю, я была в крайнем недоумении на сей счет. К тому же его манера раз за разом обращаться за помощью к человеку, который неоднократно его подводил, подставлял, да можно сказать, предавал, сам недалёкий тоже. Ну вот. Ну я не знаю, это причём, ладно бы прошло какое-то там количество лет, ну хотя бы год, и подзабылись вот эти вот все проступки. Ну вот это же буквально в кратчайшие промежутки времени, когда вот все воспоминания о его делах ещё свежи в памяти, и опять же к этому человеку вот напоминает, знаете, барана, который от нового рода тын-дын, тын-дын, или там муху, которая пытается вылететь через стекло закрытого окна, и раз за разом бьётся, 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 вот он, прям он. Но вот, знаете, в остальном ещё мне не нравится описание, жизнь и описание атлантов, они как будто люди, ну, отстающие в развитии, ну, боись поспать, то есть не работы тебе, не заботы, никаких вот, то, что делает нашу жизнь, то есть никаких умственных напряжений, ни нервов, то есть живёшь как, я не знаю, как камушек. В основном, очень интересно, я тут увлеклась немножко описанием слабых мест книги, но тема такая для меня очень ожирает в пещи, я и человек, который свято верит в реинкранацию. Именно эта тема здесь очень активно задействована. Человек попадает на сеанс гипноза публичной, забавы ради, и его погружает в он, и в результате чего он становится свидетелем череды своих прошлых жизней, и со всеми ими знакомится. Чрезвычайно увлекательное чтиво именно в этом плане. Попутно у него происходят очень фурные события в жизни, приключения, сложности, которые нужно преодолевать, как с ними справляться. Это очень круто в этом смысле. И очень-очень-очень много фраз, которые действительно стоят того, чтобы быть занесенными в цитатник. Очень много фраз об истории, о важности ее изучения, о том, что история пишется победителями, но и факт, что это и самая история, написанная ими. Правдиво. Кстати, автор и сам под гипнозом видел в своей прошлой жизни, и мне кажется, это очень интересно, когда человек описывает то, с чем сталкивался сам, причем не в плане каких-то вещей, которые происходят в обычной жизни, а такие вот немножко мистические. Не знаю, что на меня нашло, но вдруг захотелось, наверное, под влиянием фанатки, захотелось мне перечитать цикл книг Гарри Поттера. Я начала с Вилсурского камня, разумеется, я человек, который любит все делать по порядку, и мне вроде как зашло, я увлеклась, и мне все понравилось, и я с удовольствием почитала первую книгу, сама себя не ожидала, потому что прошло всего два года, сипой, как я читала последний раз. Ну, на этом, собственно, мои удовольствия и закончились. Ну, все мы знаем, кто такой Гарри Поттер, это мальчик волшебного мира, где есть магия, и его немножечко родители убил злой волшебник, он вынужден... Господи, зачем я ничего рассказываю? Я перешла далее к тайной комнате, и вот тут у меня что-то застоприлось, я поняла, что нет, все-таки два года между перечитыванием маловато, надо лет пять, наверное, и как бы нет, у меня дальше не прошло, дочитывать я не стала. Кто не в курсе, я знаю, вы существуете, каждая следующая книга это следующий курс в школе Хогвартс, это школа волшебства, всего курса всем. И, соответственно, в очередной раз мальчик по имени Гарри с его друзьями Рон и Макерон, и Германин сталкиваются с рядом трудностей магического характера, с которыми нужно бороться, справляться, преодолевать. Внезапно захотелось мне прочитать «Время, занятое жизнью» Сулы Гуин, это классик фэнтези, который написал знаменитый цикл «Волшебники и земноморья». Вообще, я думаю, я не скоро подбралась за это книги, но знакомая, но знакомая, которая читала мне и писала, что «Ой, она там так подробно пишет о том, как она готовит яйца куриные». Чтобы вы знаете, это мой, один из самых любимых продуктов питания. Я готова есть их хоть сырыми. Вспомните то же самое блюдо «Гуголь-муголь», где яйца сырые смешиваются с крошками хлеба, порчатся, солярятся и едятся. И заканчивая какими-то сложными блюдами, очень, в общем, готова есть хоть их три раза на днюхию, семь раз в неделю. И, собственно, только из-за этого замечания, яйца, я начала читать. Она начала закатиться своей жизнью, писать, вести блог. и эта книга является сборником определенных записей из этого блога. Но самое важное темы. О старости, о животных домашних, о яйцах на завтрак. Вот. Это увлекательно, но пятерку я бы не поставила. Это, ну, сборник такой, эссе. Занимательно, не более того. Любопытственно. Захотелось мне прочитать «Любовь к истории» Бориса Кунина. Он выпускает свои книжки два раза в год. Это где-то в июле. Вот сейчас вышло, например, продолжение книг, ну, не «Афандор», не «Афандор», а его «Спутники масси». У меня еще этой книги нет в наличии, но еще до того, как я узнала, что она издана, я соскучилась. Захотела прочитать. Ну, и дура. Я начала только сильно «Меня не бейте». Мое мнение об этом «Афандоре» начало немножко тускнеть. Раньше оно было очень таким ярким, насыщенным, написанным яркими красками, сочными. Но сейчас эти краски немножечко потускнели. Книга это отрывки, то есть в процессе своей жизни Кунин собирает интересные исторические сведения, с тем, чтобы использовать их в своих книгах художественных. То, что он не использовал или точно знает, что не будет использовать, ему этого жалко. Это добро копится, копится, никуда не варь. И решил назвать эту книжку. Книги весьма любопытные, факты очень интересные, занимательные, любопытные. Я с огромным удовольствием их читала. И вот, когда я уже подошла к концу книги, и где читатели в его живом журнале задавали вопросы, он отвечает на них, отвечал на них и издал это дело в своей книге, в финале он внезапно пишет. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что я здесь пишу, потому что я не проверял достоверность всех этих сведений. Я просто встречаю их, выписывал и всё. Боже мой! Я сижу такая, думаю, зачем вообще мне два вопроса было. Зачем ты издал книгу непроверенных фактов сведений, прошу прощения, фактов, это всё-таки сведения, которые прошли проверку и доказаны. Зачем ты эти сведения опубликовал и зачем я вообще прочитала эту книгу, если она не проверена? У меня только одна догадка на являющийся ответом на первый вопрос. Зачем он это издал? Денежек заработать мне очень неприятно было прийти к этому выводу. Я искренне надеюсь, что я очень не права. Но это единственный вариант, который мне пришёл в голову. Он просто опубликовывал все вот эти сведения у себя в живом журнале. А потом ну или ему или его издателем, я не знаю кому он не стал говорить, но вроде каким он. Пришла в голову мысль, а что бы не издать? Угу. То есть он не писал это цель направленно. Он даже не перед публикацией не проверил всё это. Зачем? Я не согласна с таким подходом виллу. Я верила его циклу книг «История государства российского», но теперь мое доверие подорвано. И ладно бы, вы можете сказать, Даша, ну что за придирки? Я сама люблю этого автора очень даже многие года уже. Мне было... Я сама расстроилась, что я пришла к такому поводу. Всё бы ничего. Ну вот отнеслась же я положительно к Расулли Лагуин, которая тоже просто публиковала отрывки своего блога. Почему я так отнеслась к Кунину? Потому что Расулла Лагуин публиковала своё мнение насчёт чего-либо. А Кунин отрывки об истории, которым показались занимательны, но он их не проверил. И всё время проверялись про доказательный факт. Ну ладно, захотелось тебе издать книжку, заработать. Писательной туре хочется хлебушка. Ну допустим. ты напиши в аннотации на обложке сзади, что эти факты не проверены. Или напиши в предисловии. Ну на обложке где-либо. Ну хоть где-либо. Но не в конце. Не в конце. стёкла. Даши успокоились. Выдохнули. Перестанем летать на митле. Перестанем изображать из себя Филча из Гарри Поттера. Всё. Спокойно. Приходим к более положительным моментам кулинарии. Я люблю готовить. Я решила перечитать книгу Элизабет Гилперт. Вернее её прабабушки. Маргарет Ярли Поттер. Которая называется «Кулинарная книга моей прабабушки». Очень дивно пишет автор. Там не такой подход к делу, как в современных кулинарных книгах перечень ингредиентов. Дальше поэтапно расписано как готовить. Это всё подаётся в художественном стиле. Ощущение, что ты бортаешь с подружкой о том, как готовить то или иное блюдо. Кроме того, прежде чем начинать очередную главу, она делает подводку к этому, описывает какой-то случай жизни, как какие блюда типичны в тех или ситуации. Читать очень интересно. Всё это почитается на одном дыхании. Я почитала буквально за 3 дня. Это было очень интересно. Пометила себе несколько рецептов. Буду проводить. Я вот хлеб готовила. Домашнее говоря, это очень вкусно. Я вообще очень люблю готовить хлеб. Мога поту зря со мной эту точку зря не у меня есть несколько любимых особо рецептов. Я сказала правду. Автор Кёрстен Гир. Начала читать эту книгу. Знаю, что этот автор написал такие шикарные циклы, как Таймлес, Зильбер. И была очень вина, когда наткнулась на женский роман. Он очень такой неплохой. Он о молодой женщине, которая сама очень успешна автор женских романов. И вот она, у неё чёрная полоса в жизни, она задумывала самоубийство, и то, что из этого вышло, можно починить из-за этой книги. Читается легко, но дыхание. И если у вас тоже чёрная полоса в жизни, самое то для отчетливо верьте мне. Служу по себе. Далее. Уже голубом по Европам пошли. Само Катранта Грацио Уолбал. Это первый готический роман в Европе. Он немножко наивный, некоторые фразы напыщенные, верит Гамлетам. Шекспира явно вдохновлялся. Но учитывая, что роман был издан в 1764, году в 18 веке все вышеперечисленные места, даже не хочется называть их слабыми, весьма простительны и понятны. Мне понравилось. Место действий разворачивается в замке, где происходят некие события. Всё начинается с того, что единственный сын владельца замка прогибает при весьма странных обстоятельствах, необычных имеют мистические разные явления. Интересно. Далее. По свежим следам. Исчезнувшая. Гелен Флинлин. Тоже читала книгу благодаря игре собрали их всех. Я даже не ожидала наукнуться на такой шикарный детектив. Чуть напоминает по атмосфере и чистоте употребления грубых слов Стивена Кинга. Но даже лучше вы знаете. Я очень мало похожих книг видела. Посмотрите моё лице зернала флипи, пишу лучше, чем говорю. Обычно те книги похожего качества, которые я видела или похожи по атмосфере, у них есть слабые места. Вот эта книга, она сильна от и до. Язык. Сюжетная линия. Не давала книгу заскучать ни на секунду. Многогранные, абсолютно не картонные, не однобокие персонажи. Задумка персик. Я до того, пока автор не раскрыл всю интригу, я вообще даже не думала, даже не знала, что и думать вообще по всём. Совершенно дивная книга, что касается сюжета. Однажды, внезапно, в день, в пятую годовщину бракосочетания исчезает молодая женщина, оставив недоглаженным бельё, голодным кота и распахнут дверь. Куда делась, непонятно. То ли похищена, то ли убита, то ли ещё что-то. Родители, муж, полиции, никто не знает, что и предположить. И повествование ведётся с двух акрустов. Это с точки зрения мужа, уже после исчезновения благодерной, и с точки зрения жены, через её личные дневники до исчезновения, где она рассказывает о своей супружеской жизни и о прочих аспектах своего быта, наверное, так можно сказать. Вот. И ты сидишь, и мажешься, просто, что случилось с Низиной, что произошло, куда девалось-то. Я думала вообще на всех. Каждый раз ошибалась. Финал прописан шикарно, потрясающе, дивно. Книга невероятная. Обязательно не сильная. Обязательно прочитайте её когда-нибудь. Неважно, когда, вы много пропустите, если проигнорируете её. Собственно, это последняя книга, о которой я вам хотела сегодня рассказать. У меня аж уже язык устал, губы устали, я сама устала вам во всём это говорить. И приятно было с вами повидаться. Пока-пока и до скорых книг.